Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» – на 101. 13.07 в Кирове. Это программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. «Свое особое мнение» сегодня высказывает депутат Законодательного собрания 4-го и 5-го созывов Дмитрий Русских. Дмитрий Михайлович, добрый день. Светлана, добрый день. Всем слушателям тоже прекрасный день сегодня. Можно сказать, что уже начало весны. Да. Начало весны и, возможно, начало новой эпохи. В дорожном строительстве в городе Кирове. Поскольку буквально на выходных вышла новость о том, что Кировская область, ну, точнее, муниципалитет города Кирова, приобрела еще одного нового чиновника. И это Андрей Менькин. Он занимает в Кирове очень ответственную должность сейчас. Он возглавил дирекцию дорожного хозяйства. И в его руках теперь судьба Кировских дорог и миллиард рублей на их строительство, который выделен на этот код. Что мы знаем о господине Менькине? Вы успели посмотреть? Да, я посмотрел на господина Менькина, особенно в его прекрасных фотографиях. Значит, очень интересный человек. Я так понимаю, что из шоу-бизнеса. Значит, очень любит фотографироваться со всякими артистами, известными людьми. Многие бизнесмены любят фотографироваться и политики с артистами, известными людьми. И даже с представителями «Дома-2», с которыми любит фотографироваться Андрей Менькин. Я так понимаю, что очень много фотографий с «Домом-2», вот этим Степаном каким-то там. Я так понимаю, что он с ним не просто фотографируется, у них, видимо, какие-то дружеские отношения, потому что очень много они вместе, где присутствуют. Хороший человек, наверное. Ну, я думаю, что это все повлечет определенные положительные моменты в строительстве кировских дорог. Ну, как взаимосвязан «Дом-2» и строительство кировских дорог? Давайте обратимся к господину Менькину. Надо понимать, что человек из Москвы, его представляет как бизнесмена. И, насколько мы можем судить по СМИ, он идет на зарплату 30 тысяч рублей, возглавляя дирекцию дорожного хозяйства. Ну, мне кажется, что этот человек, который, может быть, очень является большим патриотом Российской Федерации нашей страны, и он готов пожертвовать какой-то промежуток времени и поработать за 30 тысяч для того, чтобы в городе Кирове конкретно были бы хорошие дороги. И он знает, как это делать. Вопрос, знает ли он, как это делать, потому что, судя по тому, что написано у него в разуме, то, что вот есть в интернете, никогда, конечно, с дорогами и с работой именно на этом направлении он не был никогда связан. И, вернее всего, что ему как бы не совсем профиль на этом направлении. Ну, как сказать, он должен в этом году закончить заочное отделение Института строительства и архитектуры. Еще не закончил, не получил высшее образование, но в этом году закончил. Он должен проходить, видимо, практику в нашем городе, и он как раз его еще успешнее закончит, потому что в данном случае он будет за целый год изучить наши дороги, наши тротуары, наше бездорожье. И, в принципе, я думаю, что ему будет все гораздо легче. При всем при этом мы можем сколько угодно смеяться и не по этому вопросу как бы обсуждать. На самом деле, если перейти к более серьезному вопросу, на самом деле очень странное назначение. Еще раз хочу сказать, совершенно непрофильное направление. Человек приехал из столицы, при этом на очень тяжелое направление, в моем понимании. Но главная, наверное, задача, что мы будем понимать, что это человек, который будет, видимо, контролировать процесс не именно строительства дорог, а именно расходование одного миллиарда рублей, которое впервые за многие годы, даже десятилетия, появится в бюджете города Кирова. Как раз на дорожное хозяйство. Вот интересно, когда приходит новый чиновник, как кем бы он ни был, новый чиновник, который совершенно никто не знает, и мы точно не знаем, на самом деле, какой опыт у него в дорожном строительстве, кроме резюме, которое мы видим, там особо ничего не расписано. Нет, ну вообще, я думаю, что нет восприятия вообще, что такое город Киров, и где он находится, и что такое дороги, что такое вообще дорожная служба, что такое дорожное строительство, и как это вообще все, с чем едят, и как это все преподносят. При этом он назначается в городскую администрацию. Но миллиарда же в городе. От которого, говорите, он ничего не знает ни о городе, ни об администрации, да, но вот сейчас приехал, узнает. А состав, собственно говоря, самой дирекции, он остается прежним? Ну, это, видимо, на данном периоде жизни. Как вообще это может происходить? Здесь люди старой команды в администрации города Кирова и в дирекции дорожного хозяйства приезжают московские чиновники. Не происходит без согласования с главой администрации города, и я думаю, что в том числе и с главой города, и вернее всего, что это спущенная такая прелегатива с правительства Кировской области. Я думаю, что это не решение городских властей. То есть это реально все-таки действующий человек приезжает, или это какое-то лицо для проформы просто поставленное, и кто тогда контролировать будет эту работу? Ну, я где-то прочитал, что кто-то написал уже, что приезжает человек, который будет контролировать расходы не одного миллиарда. Ну, то есть все-таки есть у него в этом смысле знания. Я думаю, что он будет как контролер, но все основные решения будут приниматься, конечно, не в его кабинете. И даже не в администрации города получается? Вернее всего, что не в администрации города, потому что мы с вами четко понимаем, что контроль за городскими областными дорогами под себя полностью забрало правительство Кировской области. И мы видим это в сюжетах, когда областные чиновники, которые отвечают за дороги в области, присутствуют на всех совещаниях и на всех проверках, которые проходят в городе Кира. Таким образом складывается ситуация, что, в общем, за состояние дорог, вновь построенных в этом году и отремонтированных, нужно будет спрашивать с областного правительства? Я думаю, что нужно будет спрашивать со всех участников процесса, кто будет отвечать за те деньги, которые выделены федеральным бюджетом, для того, чтобы в городе Кирове в этом году хотя бы появились тротуары и дороги. А не является ли это каким-то еще способом переформирования администрации городской, о которой так давно говорят? То у нас снимали Перескокова, то его на пенсию отправляли. И все никак. Господин Перескоков крепко сидит в своем кресле. И вот первая ласточка полетела. Может быть, тихонечко-тихонечко область начинает менять ситуацию в городской администрации, о чем, кстати говоря, очень много говорили и в этой студии тоже. И даже призывали, и даже призывали вмешаться. Да, я про это говорил. Но хочу сказать, что, наверное, до сентября месяца, до выборов в городскую думу, там кардинальных изменений не будет. Но такие определенные заходы на именно ресурсные направления, они вот уже, видно, происходят на наших глазах. Куда приходят федеральные деньги? Где наибольшее количество и федеральных, и муниципальных денег. То, в принципе, если мы посмотрим сегодня, там уже этот миллиард выставлен на конкурс по распределению, по работе сформировано. По-моему, посмотрел там, интересно, 14 или 12, значит, контрактов. Значит, три крупных, а один помельче. И самое интересное распределение. Допустим, есть лот на 300 миллионов, есть лот на 400 миллионов, и третий крупный лот 99 миллионов, это муниципальные деньги, это города Кирова. И есть лот для поддержки, ну, у нас это прописано в федеральном законе, малому предпринимательству. Вот там 89 миллионов, и как раз большое количество лотов именно 89 миллионов, там около 10 или 11 лотов. Ну, для малых предпринимателей. Ну, да, 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 то, в принципе, сформирован именно, как бы, пакет так, что, в общем-то, есть два больших лота, один поменьше, и третий, четвертый лот, он самый маленький, но там очень много лотов, потому что это в малом предпринимательстве. Ну, это грамотная составленная программа? Ну, я бы сказал, да. А почему вы смеетесь тогда? Ну, потому что все равно я считаю, что 300 и 400 миллионов – это большая лота. То есть это не про малый бизнес? Ну, это совершенно не про малый бизнес, я думаю, что в ближайшее время мы увидим, кто все-таки эти лоты будет забирать, потому что они довольно-таки большие. Они составляют, два лота составляют 70% от всей суммы. Мы эту историю проходили в свое время, когда, как раз еще находясь в депутатской конкуренции, мы постоянно в этом плане боролись с Министерством транспорта Кировской области, значит, как раз для того, чтобы не делать один лот под Вятавтодор большой, да, а все-таки дать возможность его разбивать на несколько лотов, для того, чтобы рынок именно в этом плане оживал и была конкуренция. Значит, и мы очень долго с этим боролись, и нам, в принципе, через два-три года нам все-таки удалось разбить этот один большой лот, который всегда забирал Вятавтодор. Сколько денег должно быть в лоте, чтобы мы понимали, что этот лот действительно по зубам малому бизнесу? Ну, как раз по малому бизнесу там все четко и понятно. Там выделили им 89 миллионов, как положено, 10% от суммы. При этом там еще 89 миллионов разбили на 11 лотов. Ну, вот как раз всем, кто хочет быть и попробовать. Хотя я очень сильно сомневаюсь, что там будет только у нас участников, потому что, к сожалению, в последние годы у нас плохо формировался рынок предпринимательской среды именно в дорожном хозяйстве. Почему? Ну, потому что всегда была какая-то определенная монополия, интерес властей к этим направлениям. И это, на самом деле, очень большая проблема, потому что, во-первых, она не дает конкуренции, раз. И второе, что она не дает там технически вооружаться. Я считаю, что бизнес бы, если бы понимал, что торги не так как бы зачищены, или, как сказать, заточены на определенных там крупных игроков, то, в принципе, бизнес бы занимал бы эту площадку, и они бы могли развиваться, складывать деньги, покупать новую технику. И от этого бы все только выиграли. К сожалению, у нас сегодня, видите, что происходит. Выигрывают там, в основном, фактически государственные предприятия, там, Виатавтодор и ГДМС. При этом качество их работы очень низкое. Привлечь их для того, чтобы они ремонтировали после года по гарантии, очень сложно, потому что там все прекрасно понимают, как это происходит. Ну, вот это никак не влияет на качество выполняемых работ. Ну, и в данной ситуации, несмотря на то, что большие деньги приходят, вернее, то, что приходят такие большие деньги, все-таки вселяет у вас больше надежды, что у нас будут хорошие дороги по истечении 2017 года или нет? Ну, сейчас уже есть другая проблема. Из-за того, что я сказал, так как у нас эта отрасль очень плохо развивалась, в связи с тем, что было такое отсутствие конкуренции, то сейчас вопрос возникает, сможем ли мы там 1 миллиард в городе эти деньги обработать, смогут ли они эффективно потратить, именно качественно все сделать. Есть ли у нас такие организации, чтобы это закрыли? Плюс у нас же еще есть областные в этом году, почти 6 миллиардов, в следующем году 7, через еще один год уже 9. То в данном случае сейчас объем денежных средств до такой степени сложился большой, что, в принципе, очень хорошо. Мы все надеемся, что наши дороги будут похожи на дороги хотя бы 20 века, советского периода даже, просто можно сравнивать. Но сейчас проблема в другом. Смогут ли сегодня найтись только организации, которые смогли бы обеспечить расходование этих денежных средств именно в качестве хороших дорог? Сейчас проверемся буквально на одну минуту. У нас перерыв. Напоминаю, что вы слушаете особое мнение Дмитрия Русских, депутата ОЗС Кировской области 4-5 созывов. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM. Это действительно программа «Особое мнение». Микрофон у Светланы Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает депутат Законодательного собрания Кировской области 4-5 созывов Дмитрий Русский. Дмитрий Михайлович, выборы, естественно, они будут преследовать нас. Может, а заключение. Будем от московского гостя ожидать московских дорог в городе Кирове. Хотя бы московских. Это пожелание Дмитрия Русских Андрею Менькину, который возглавил теперь у нас дирекцию дорожного хозяйства города Кирова. Главное, чтобы у нас дорожное хозяйство не превратилось в шоу. Когда одно направление замещают в другое, и мы бы все потом в конце сентября или октября очень сильно хохотали, что нам наделали на миллиард. Московских дорог в городе Кирова. Да, хотя бы московских. Хорошо. Надеюсь, у нас будет возможность Андрею Менькину лично передать эту просьбу. Да, ну, по крайней мере, он очень, еще раз хочу сказать, что очень любит фотографироваться. Я думаю, что ближайшие там 3-4-5 месяцев он будет фотографироваться на фоне Кировских дорог. Будем надеяться. Он же там должен находиться. Он же теперь директор дорожного хозяйства. Итак, к выборам. Эта тема будет нас преследовать в течение всего этого года, я думаю, и до сентября месяца, и после мы будем обсуждать. И вот теперь мы говорим о выдвижении кандидатов на выборы в губернатор Кировской области. Идея выдвижения единого кандидата от оппозиционных партий обсуждается сейчас особенно активно. В каждом даже из 14 регионов, где пройдут губернаторские выборы, обсуждается, и даже похоже, что серьезно. Лидеры партии оппозиционных, а мы их знаем, Справедливая Россия, ЛДПР и Коммунистическая партия. Напомню, в Кировской области это Черкасов, Мамаев и Сураев. Судя по оценкам экспертов, обсуждает этот вопрос и, скорее всего, будет выдвигать Черкасова. А что вы думаете? Он еще так активизировался сейчас. На самом деле идея хорошая и всегда на всех выборных кампаниях, я всегда очень убеждал всех коллег, особенно от тех партий оппозиционных, всегда находить какое-то компромиссное решение и вместе двигаться в заданном направлении. Идея на самом деле очень хорошая, но реально нереализуемая. Я думаю, что ни в одном из 14 регионов, где будут проводить выборную кампанию, нигде не будет единого кандидата. Это все иллюзия, потому что для того, чтобы вывести единого кандидата, надо быть всем, во-первых, со здравым рассудком. Все буквально члены оппозиционных партий не в здравом рассудке? Значит, убрать частично определенные амбиции, второе, и третье, надо быть еще, наверное, каждой партией самостоятельной и независимой. То в данном случае я не верю в этот исход, потому что в данном случае возникает очень большая проблема для кандидатов от Единой России, потому что если объединяются три партии, они фактически в пакет собирают почти, ну если взять Кировскую область, почти 65% всех избирателей, которые голосовали. Да, у нас голосование очень было активное и высокое. Да, на случай этого есть определенные риски, и вся конструкция, которая в последние годы была создана администрацией президента, она просто рушится. То я не думаю, что это разговоры те, которые реально будут притворяться в нашу жизнь. Я думаю, что администрация этого же президента не даст возможности через федеральное отделение различных партий двигаться таким направлением. То есть лидерам партий на федеральном уровне скажут нет? Им скажут, конечно. Я думаю, что уже сказали нет. И это мы видим, и это всегда происходит. И на региональных уровнях будет происходить та же самая ситуация, потому что очень будет сложно избрать, а как из трех кандидатов от оппозиционных партий выбрать реально достойную кандидатуру, как праймеры проводить или какие-то... Они между собой будут вытягивать какие-то бумажки, где будет написана фамилия, кто будет проходить. Но я думаю, что тут очень сложно будет им договориться. И самое тяжелое будет понять, кто на самом деле является более сильным кандидатом из трех кандидатов, которые ты озвучила. Хотя я Василия Куприяновича Сураева там бы не вводил. Он официально нигде не говорил, что он хочет выдвигаться справедливой России в губернаторы. И я думаю, что это так. Он единственный, да, из перечисленных. Да, то в данном случае уже тут идет нестыковка. Но на самом деле сама идея, как оппозиция должна себя вести против действующей власти, она на самом деле очень хорошая. И было бы очень прекрасно, если бы мы хотя бы на каких-то выборах, даже округа бы, даже на выборах депутатов мы предлагали, как-то объединяться и все-таки противостоять именно административному ресурсу и большинству Единой России. Но практически ни разу никогда это не получалось. И я думаю, что в ближайшее время это не получится. Так что это фейховая больше ситуация, что вот это кто-то... Заявление делается господин Миронов, Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», об этом говорит, что надо обсуждать, надо выдвигать в 14 регионах. То есть это все такая предвыборная риторика, под которой нет никакого основания. Да, предвыборная риторика, что впоследствии я думаю, что он скажет, что я такую идею предложил, но ее никто не поддержал. И в общем-то как бы вся эта история, она закрылась. Хотя на самом деле идея хорошая. Делают они это из года в год на разного рода выборах. Тогда мы с тобой идем по другому пути. Тогда, может быть, было бы интересно, если бы все три партии выдвинули бы одного кандидата на президент. Да? Ну вот та же, ты вот заулыбалась. Сейчас впереди. Ну посмотрим, как все будет. В 18-й год на загорание. Нет, я думаю, что как раз вот этого и не произойдет. И в данном случае мы говорим, что конструкция на региональном уровне, она должна переходить и в федеральный. Если они сегодня договорятся там по выдвижению единого кандидата в губернаторы, то что им мешает в 18-м году договориться о едином кандидате там в президент. А что вы скажете тогда о тех людях, которые уже заявили, что они пойдут на выборы губернаторские в Кировской области, о Сергее Мамаеве и Кирилле Черкасове? Ну, никто другого заявления как бы и не ожидал, потому что это как бы всегда это правило. Ну, насколько будут активны их предвыборные кампании? Будут ли они вкладываться в них? Ну, вот смотри, Свет, вот для того, чтобы им еще стать кандидатами, у них не хватает одного желания. Значит, во-первых, у нас есть муниципальный фильтр в Кировской области, который принят был еще три года назад или четыре, значит, где там стоит процент 6 от числа муниципальных и поселковых депутатов. То для того, чтобы стать кандидатом даже в губернатор, надо собрать, по-моему, там 265 или 266 подписей депутатов различного уровня. Ни одна сегодня партия сама по себе собрать их не может. Значит, в данном случае для того, чтобы стать кандидатом даже, допустим, от «Справедливой России», она не в состоянии набрать то количество подписей, потому что столько депутатов у них нет. Тем более, один депутат может подписываться только за одного кандидата. То в данном случае там уже стоит такой определенный забор, который очень сложно преодолеть. Значит, это первое. Второе. Значит, в этом же формате буквально, я думаю, что на мартовском пленарном заседании есть уже поправка идет, по-моему, от депутата Редкина, которая вообще ограничивает самого движения. Единорос Редкин. Редкин не единорос, он справорос. Справорос. Да, он предлагает, что кандидатами могут быть как бы в губернаторе только представители партии, которые находятся в парламенте. Ну, тоже интересный посыл, потому что, если ты не забыл, в 2014 году как раз губернатор Никита Юрьевич Белых шел как самовыдвиженец. Сегодня фактически эта форма уже будет отсутствовать. То, на самом деле, и самое главное, третье, да, есть желание, когда человек идет на выборы, он должен, по крайней мере, верить в свою победу, да. Но я не думаю, что из тех числов, которые сегодня сказали, что они как бы хотят стать губернаторами. Мамаев-Черкасс. Да, они в это верят, и они к этому готовы. При всем при этом, там еще у нас есть четвертый пункт, да. Чтобы провести сегодня, к сожалению, выборную кампанию, это требует очень довольно-таки больших, не только материальных ресурсов, но еще и человеческих. Что, в принципе, тоже есть определенные проблемы. Но с человеческими ресурсами вот кого имеете в виду сейчас? Команду или выборщиков? В первую очередь команду, потому что на тот период времени, когда ты идешь в выборную кампанию, должно все как бы двигаться и передвигаться. Значит, это требует и финансовые затраты, и человеческие. Понятно, что сегодня за бесплатно даже в КПРФ никто не работает, да, потому что это те люди, которые, на самом деле, раньше еще пять лет... Даже в КПРФ? Да, ну, мы всегда говорили, что это, на самом деле, единственная идеологическая партия, где очень много было людей, я надеюсь, и сейчас находятся, которые реально верят в будущее светлое коммунизма, и они готовы там помогать на своих местах бесплатно, разносить газеты, проводить встречи и все прочее. Это на самом деле есть, я с этим сталкивался и был очень удивлен, что на самом деле КПРФ очень идеологическая партия. Ну, и сегодня, по истечении какого-то периода времени, у них тоже есть с этим проблемы, ну, а все остальное работает только за деньги. Вот бы сейчас Марина Сергеевна Сазонтова бы ответила, конечно. А Марина Сергеевна Сазонтова как раз относится, как и Виктор Николаевич Женихов, и еще куча хороших людей, которые, на самом деле, еще верят в то, что, как бы, в эту идеологию, и они работают бесплатно, и работают так, что многие так платно не работают. Да, ну, кстати говоря, о платных политтехнологах, которые уже разъезжаются по регионам, которые разобраны уже кандидатами в губернаторы разных регионов, написали многие очень СМИ в минувшие выходные. И в том числе... И у нас в Киров приехали уже. Да, и в том числе было указано, кого выбрал Игорь Васильев, который уже давно объявил о начале предвыборной своей кампании и определился с политтехнологами. Эта вся информация есть, пожалуйста, в паблике, можете посмотреть, и даже суммы названы, сколько платят политтехнологы в месяц. Ну, они, на самом деле, не секретные, они такие относительные, на самом деле. Но главное, что там говорится, что определяющим фактором в выборе команды, которая будет работать на кандидата, это близость к Кремлю. Близость к Кремлю как ключевое значение в выборах. Так это? Ну, смотри, все 14 исполняющих обязанностей и тех кандидатов, которые пойдут в 14 регионах, они все близки к Кремлю. Это все кандидаты, которые, в общем-то, были назначены в свое время президентом Российской Федерации. Назначение президентом еще не означает, что это человек близок президенту или Кремлю. Слушай, назначение президентом означает, что это... Особенно, когда мы задумываемся, в какую область назначают человека. Вообще, иногда хочется пожалеть, правда. Жалей, не жалей, но как бы есть выбор президента, он на территорию послан. Значит, в данном случае он является как бы близким к Кремлю и президенту, человеком, которым, в общем-то, доверяет руководство той территории, куда он приехал. Значит, можно дискуссировать сколько угодно, но в данном случае это вот посланник администрации президента и президента на территорию. Значит, понятно, что они все близки к Кремлю и Кремль заинтересован, чтобы эти люди победили на всех выборах, которые будут проходить в 2017, 2018, 2019 году, для того, чтобы именно удерживалась та вертикаль власти, которая существует в стране. Понятно, что на 99,9% эти люди пройдут и победят. Значит, и сомнений в этом у меня, по крайней мере, очень мало. Значит, если не будет какой-то территории разыгранной под оппозицию. Ну, мы знаем, что иногда некоторые области или территории отдаются оппозиционным кандидатам. Это было в прошлом. И это будет в будущем вопрос там балансировки, да. Вот примерно где-то на сегодняшний момент я считал, что примерно где-то каждая оппозиционная партия имеет одного губернатора. Ну, вот этот баланс он так и будет держаться для того, чтобы показать, что, в общем-то, у нас побеждает не только Единая Россия. Значит, и понятно, что они заинтересованы и в проценте, и в прохождении. И так как на 90% все эти люди, которые посылаются администрации президента президентом на территории, являются варягами, то понятно, что помощь для понимания там менталитета, нахождение там взаимопонимания с полит и бизнес-элитами, оно присутствует и без помощи Кремля его за полгода, за год очень сложно организовать. То, конечно, они включаются в этот процесс и ведут всех своих кандидатов от начала до конца. Ну, что касается помощи в нахождении взаимопонимания варягов с элитами, мы тоже об этом поговорим, но через две минуты после рекламной паузы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. «Особое мнение» на 101FM. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. «Особое мнение» высказывает депутат Заксобрания Кировской области 4-5 созыва Дмитрий Русских. Продолжаем о выборах. До перерыва мы говорили о том, что Кремль помогает своим кандидатам, в нашем случае это Игорь Васильев, налаживать взаимоотношения с бизнес-элитами тех регионов, к которым они приходят. А в том числе, если мы говорим о том, что они им помогают в прохождении выборной кампании, потому что большинство тех... Если они, это кто? Администрация президента. Когда в этот процесс обязательно нужно включать местные бизнесы и политические элиты, для того, чтобы показать более хороший результат. Потому что в данном случае в основном это крупные компании, это крупный бизнес, это олигархи местные, которые в своем пакетах держат не только какие-то активы коммерческие, они держат газеты, журналы, телевидение. То в данном случае это такая общая работа, которая должна выйти на такой формат, когда вот эта большая машина вся запущена в помощь одного человека, который должен победить. Ну, как бы все очень просто на самом деле. Это понятно, да, логично. Совершенно правильно и логично. А что касается взаимоотношений кандидата, кремлевского кандидата, как вы говорите, да, правильно я понимаю, что Игорь Васильев кремлевский кандидат, и поддержка Кремля прослеживается? Игорь Васильев кандидат от президента Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин, вы считаете, его поддерживает? Да, да, а функции, которые осуществляют ему помощь, понятно, что Владимир Владимирович не может их осуществлять, а осуществляет администрация президента вместе с политтехнологами. То есть вы считаете, что полностью поддерживает, и это кандидат Кремля? Тогда бы его не назначили, если бы он не поддерживал. Ну, мало ли. Нет, мало ли не бывает в нашей жизни сейчас. И какие взаимоотношения у Игоря Владимировича сложились с нашими элитами? Как картинка представляется сейчас? Обеспечена ли ему поддержка наших олигархов и крупного бизнеса? Ну, а как она должна быть по-другому? В основном все наши олигархи и крупный бизнес... У них нет выбора, вы хотите сказать? А он им и не нужен. Они давно уже определились, потому что в большинстве случаев это люди, которые возглавляют там или давно находятся в ЗАГС собрании, которые находятся в рядах Единой России, которые, в общем-то, без какой-то поддержки власти местной и федеральной никогда мы не стали теми людьми, какими они бы стали, со всеми их деньгами, имуществом, газетами, пароходами и ракетами. Но в Перми-то была другая ситуация. Вот не понравился местным олигархам направленный туда человек-варяг, и они его выжили. Вот чем отличаются некоторые территории, и чем всегда отличалась Кировская область, она была рада любому приходу боярина или царя, и в данном случае они подстраивались всегда под него. Ну, практика показывает... Один раз все-таки была история. Ну, она была показательная, и все... Валерий Васильевич Крепостов, помните, собирал подписей. Она же печально закончилась для второго участника процесса. И я думаю, что это была такая хорошая школа. И как раз федеральный центр и полпреста показали, что бояре на территориях такого права не имеют. Они имеют право проводить местные выборы, проходить в городскую думу, в ЗАГС собрание. Но все, что касается уже за пределы территории, они не имеют права на это. То в данном случае им было все показано, и они сегодня это четко понимают. И, в общем-то, ситуация-то ведь за эти годы не только там не улучшилась, она еще ухудшилась, потому что сегодня там позиция администрации президента еще более жесткая. То в данном случае они покорно кивают головой и согласны поддерживать любого кандидата, который пришел от президента и идет с поддержкой администрации президента. Ну, в принципе, все логично. То они сами члены этой команды, вот внизу, в регионе, в городе, там, на селе. То в данном случае вертикально работает, она очень четко показывает, что, в общем-то, они сегодня выполняют любую команду, и материальную, и моральную, какую хотите, они окажут. Что интересно, и не знаю, заметили ли вы, но буквально до Нового года очень много было материалов, распространяемых при службе официального правительства, где мы видели в рюк губернатора с как раз представителем местных элит. Бесконечные фотографии, поездки на предприятия, рукопожатие и прочее. Слушай, но песня же здесь очень хорошая. И вдруг все закончилось. У тебя гитара, а у меня как бы песни, да? Мы хорошая пара. Это же песня такая. А вот сейчас, вот начиная с января, там, январь, февраль месяц, мы этого не видим. Мы и видим Игоря Васильева, в общем, в одиночестве, либо в оборужении каких-то московских чиновников, либо своих чиновников, как-то олигархат-то не видать поблизости. Ну, слушайте, ну, часть олигархата там занимается своими делами. Они уже засветились. Часть уехала в отпуска, там, отдыхает. До выборов, что ли? Конечно, еще до выборов далеко. Мы все увидим там в апреле, в мае, когда это пойдет более активная стадия. То в данном случае они уже все засветились, показали, что мир, дружба, кукуруза. Значит, еще раз говорю, что у меня есть стихи, у тебя гитара, мы прекрасная пара. То в данном случае вот тут все, в этом не надо переживать, потому что сейчас немножко идет уже другой формат, сейчас идет уже предвыборная кампания. И понятно, что любой там олигарх или там какой-то предприниматель, который находится рядом с губернатором, имеет там и положительные, и отрицательные какие-то вещи, да, то в принципе для чего... В отношении к нему? В Рио? Нет, без Рио. Ну, допустим, к какой-то части населения. Кому-то он нравится, кому-то он не нравится. Да, это что касается самого олигарха, как к нему население относится. Да, в данном случае уже как бы... Сейчас их нивелировали, чтобы никак не сказывали. А дружба как бы она завязалась, в самом начале все показали, всем представили друг друга, да, все довольны, все разошлись. Обсудили все. И каждый, да, все условия как бы обсуждены. И, в общем-то, сейчас все занимаются своими делами. При всем при этом там губернатору, у него основная задача провести выборную кампанию и сегодня сделать так, чтобы показатель был не хуже, чем в 2014 году. Я в этом не сильно сомневаюсь, что они покажут. Единственное, что будет проблема большая с явкой. Потому что, судя по тому, как сегодня протекает вся эта подготовка, то вернее всего, что ничего интересного на выборах губернатора не произойдет. И какой-то интересной борьбы, как бы мнений, точек или там взглядов, оно не произойдет, потому что есть куча проблем, по которым... Да и зачем? Раз уж все все приняли, как вы говорите. Да, ну, в принципе... Как вы говорите, население радо любому царю, который сюда присылает Кремль. Олигархат уже тоже обо всем договорился, согласился и уехал в отпуск. Да, кто на самом деле активный, кто понимает вообще все происходящее, они вообще все уже разобрались, то их вообще это не привлекает. Потому что мы все прекрасно знаем исход этой выборной кампании на 99,9%. То, в общем-то, все занимаются своими делами. Задача там избраться в сентябре, показать результат и поменять должность в Рио на губернатора Кировской области. Сами-то вы голосовать пойдете в сентябре в таком случае? А вот вопрос очень интересный. Все будет зависеть от, увижу ли я ту борьбу и будет ли на самом деле мой голос принципиален для того, чтобы на самом деле получилась какая-то реальная борьба вплоть до второго тура. Мне очень нравились выборы 2003 года, когда кандидатов в губернаторы было 13 человек. Это были реально первые и последние честные, открытые выборы губернатора. Конечно, ожидать в 2017 году тех же самых выборов, ну, глупо на самом деле. Но вдруг что-то произойдет такое, что ты вот сейчас мне рассказываешь, и на самом деле мы все заинтересуемся и поймем, что от нашего голоса что-то зависит. Если это пойдет как в 2014 году, мы все четко понимали, что от нашего голоса ничего не зависит, уже определен кандидат, он победит. При всем при этом и люди это все поняли, потому что явка в городах была меньше 10%. Такого не было никогда. И сегодня, я думаю, что основная задача сегодняшней команды и политтехнологов привести людей на избирательные участки. В первую очередь даже хотя бы бюджетников. Разве с этим когда-то была проблема? Ну, практика показывает последних ЗАГС собраний выборов и выборов губернатора 2014, что даже в этом есть уже проблема, потому что в эти выборы никто не верит. Мне кажется, уже пора и власти перестать в них верить, и просто брать и назначать президенту, губернатора в каждое, как было в советское время. В принципе, никакое лукавство нет, и это гораздо честнее. Деньги бы сэкономили. Да, и деньги не надо тратить, и вид создавать выборов тоже не надо. Взяли, назначили, мы все приняли и пошли. Под такой замечательный слоган, что сэкономим денег, не будем проводить выборы, а назначим, смотрите, еще и поддержку большую найдете у людей. Я думаю, что все люди с этим уже давно согласны, потому что, еще раз говорю, низкая явка на выборы говорит о том, что люди в эти выборы ни в какие уже давно не верят. Это Дмитрий Русских, депутат Законодательного собрания Кировской области 4-5 созывов. Его особое мнение у нас остается буквально 4,5 минуты и два вопроса на выбор, пожалуйста. О создании общественных советов или о снеге? Я думаю, что общественный совет вообще никому не интересен, снег всем интересен. Давайте о снеге. Снег, который уже почти растаял. Нет, я могу очень долго таять, тем более так, как убирают наши улицы службы, я думаю, что он будет таять до конца мая в лучшем случае. Я потрясающе хочу поделиться своим опытом. Сегодня почистили впервые тротуар под окнами моего дома и чистили его с 2 до 4 часов утра. Это самое рабочее время, ведь глава администрации города обещал женщинам 8 марта всем ходить на шпильках. В данном случае сегодня не 8, а 13, но шпильки мы, конечно... Я боюсь, что на шпильках после бессонной ночи было бы. Я бы сегодня не устояла, точно. Ну, когда глава администрации делает такие заявления, на самом деле он или шутит, и он должен сказать, что я шучу, или он считает, что все живущие в городе, они идиоты. Вопрос следующий все-таки. В этом году, как вы считаете, программа по уборке снега отовсюду, с крыш, с дорог, с тротуаров, она потребовала больше усилий и, в частности, средств? Меня интересует, что осталось в бюджете после такой зимы? Ведь явно же были выдвинуты дополнительные силы, дополнительные ресурсы. Люди за бесплатно работать не станут. А где финансовые отчеты? Они нас интересуют? Какими мы вышли из этой зимы? Я думаю, что 90% жителей города Кирова не интересуют финансовые расходы. А вас? В принципе, я тебе скажу, что если захотят, покажут, если захотят скрыть, скроют. Вот без вопросов там вообще. Они всегда это делают. Врать и обманывать, это у них получается лучше, чем огребать город и крыши. В данном случае для людей очень важно, чтобы город был безопасный, чтобы можно было пройти и с коляской, и с детьми по тротуарам, чтобы можно было проехать по городу. Мне очень жалко пожилых людей, особенно инвалиды, которые, я не знаю, я вот здоровый человек, я тут пытаюсь ходить по городу, но на самом деле очень тяжело. Но у нас на этот год по тротуарам-то ничего не запланировано. У нас деньги, этот миллиард, на дороги выходят. Зато у нас очень много запланировано денег на различные льготы чиновникам и им зарплаты. То в данном случае, если мы вот сегодня говорим о том, что фактически в 21 веке, в 17 году, улицы и города прибираются хуже, чем в 20 веке, а мы там все жили в советское время и точно знаем, как прибирали город, да, и технические возможности были другие, и все прочее. Если за 30 лет мы ушли обратно еще хуже, то тут очень сложно говорить, в чем проблема, в технике или в головах. То меня всегда поражает, а как в то время... Там еще третья составляющая есть, деньги все-таки. Деньги. Деньги есть всегда. Вот смотрите. Как это есть всегда? Вот смотрите, всегда можно найти... Нам господин Медведев говорит всегда, что денег нет. А Медведева мы даже обсуждать не будем. У нас есть городской бюджет, у нас он 10 миллиардов. И для того, чтобы обеспечить людям безопасность и проезд, и проход, вот в принципе, что в первую очередь должна заниматься администрация, она это должна обеспечить. Если вы считаете, что у вас нет денег, у нас 60 миллионов сегодня получает городская дума. Вот на 60 миллионов можно закрыть эти расходы, потому что я тысячу раз говорил, я был депутатом, и говорю, что если ты хочешь быть депутатом, тебе не надо платить деньги, ты иди, да помогай. На 60 миллионов можно было нанять дворников, добавить зарплаты им, собрать еще тысячу человек, дворников поставить ставки и чистить городу по-человечески. Даже гости приезжают из других городов, они спрашивают у меня, а у вас вообще город-то, снег-то из него вывозят когда-то? Я говорю, вывозят, но как-то не очень активно. Но они не только снег не вывозят, да, и они еще и даже тротуары-то не могут по-человечески сделать, даже песком посыпать. То мы говорим о том, что в принципе мы куда-то, если уже во всем мире через 5 лет будут беспилотники, везде ездить и летать, да. И у нас летают. И у нас будут летать ездят. В этом году уже. То в данном случае мы даже вот к 17-му году не научились очищать крыши планово, значит, очистить дороги, тротуары. У нас такое ощущение, что целыми днями проходят какие-то кучи совещаний с выездами чиновников в костюмах и в ботинках, которые, видимо, прямо из машин выскакивают на это место. Стоят камеры, их снимают, как они о нас беспокоятся. Они тут же садятся в машины и разъезжаются. Но вот это не надо ничего. Вы делаете так это по-тихому, как вы должны это делать, вот как очи наши. Это ваша работа, это ваши обязательства. Мы платим налоги, мы вас содержим, всех бездельников, да. И при этом мы ничего взамен не получаем. Они покупают новые машины, они себе накручивают зарплаты, они живут хорошо, смеются над нами, а мы ходим и мучаемся по этим тротуарам и улицам. Михайлович, ну такая цепочка-то замкнутая получается, потому что, во-первых, мы выбираем депутата в городскую думу, которая, судя по вашим словам, ничего из себя не представляет и только деньги проедает. А это не мое заключение, скажите. Городская дума может и должна влиять на работу администрации. Раз никакая дума, то никакая администрация. В итоге выборщики виноваты, мы с вами. Конечно, виноваты. То, в данном случае, я тебе больше скажу, вот то, что произошло 5 марта, да, есть два пути решения, когда погибла женщина, которая шла с ребенком, с внуком, а если бы погиб еще ребенок, это вообще беда, это страшно. Я сегодня шел по городу, и я смотрю, что все люди идут, они все иногда голову поднимают. Обходят по проезжей части. Да, или по проезжей, или поднимают голову. То, в данном случае, когда проезжается такая ситуация, есть два пути. Первый путь. Глава администрации, весь всей командой пишет заявление и говорит, что мы не справились с работой и увольняются. Так происходит во всех нормальных городах и странах. Или второй путь. Когда он это не делает, то все горожане, которые считают, что эта смерть лежит на стороне администрации, выходят к администрации и требуют 10-15 тысяч, чтобы глава администрации вместе со своей командой покинул это здание. А у нас горожане что делают? Тихонечко обходят дома стороной. То я тебе еще раз скажу, то вот это главный путь. Тогда мы все прекрасно понимаем, что на месте этой женщины мог оказаться любой из нас. Из-за того, что мы это понимаем, мы должны сказать, что эта администрация не должна больше работать. Потому что она повлекла своей работой смерть уже одного человека. А так по-другому. Тогда приходит новая власть, она уже понимает о том, что общественность находится на стороне порядка. И в данном случае, если ты будешь плохо работать, они точно так же соберутся и тебя уберут. Сколько лет вы еще даете до того, что наше сознание дозрело? Я хочу, чтобы мы из народа превратились в общество. В обществе все работает по-другому. А в данном случае мы себя сами загоняем в разряд крепостных. Нас никто не слышит и нам никто это не помогает. Нас никто не слышит, нам никто не помогает, говорит Дмитрий Русских. К сожалению. Депутат законодательного собрания 4-5 созывов. Это было особое мнение. Мы закончили. Спасибо, всем хорошего дня. Будьте аккуратны и внимательны.